Очередной земельный скандал в Алматы. 9 гектаров не поделили жители дачного массива и Казахский национальный женский педагогический университет. По мнению представителей вуза, бывшие руководители незаконно отдали в частную собственность университетские участки. Но у последних своя правда. Они приобрели землю под индивидуальное жилищное строительство с разрешения местного кемата. Сейчас идет следствие, но дачники обеспокоены, не лишатся ли они недвижимого имущества. В ситуации разбирался Гафу Вали. В дачном массиве Тангдауласинэм в селе Кемертоган Алматинской области за три года было построено около 70 частных домов. Участки жители приобрели легально из-за своей кровной. Местный акимат выдал им госакты на землю. Но спустя время счастливые новоселы узнали, что их дома находятся под арестом, так как земля принадлежит женскому университету. Говорят, что наверху там продали, кто-то продал, кто-то убрал. Нас это не интересует. На самом деле, это земля народа. Все купились законным путем. У всех есть законные документы. Почему в данный момент из-за чужих проблем, из-за каких-то чужих уголовных дел народ должен вообще страдать? Получается, у людей дети рождаются, не могут прописаться. В школу дети идут, им прописка нужна. Месяц назад местный аким собрал жителей и сообщил, что университет отказывается от земель, что находится в Карасайском районе. Поэтому и было вынесено решение о продаже этих участков частникам. Мы с радостью выкупили участки, построились, а теперь выясняется, что незаконно. Сейчас адвокаты женского педагогического университета полностью отрицают подлинность этого документа, который нам демонстрировал аким. Мы обратились в акимат Карасайского района с просьбой прокомментировать слова жительницы дачного массива. Но чиновники сослались на следствие, которое запрещает им разглашать какие-либо факты. Однако один из жителей зафиксировал на камеру собрание, где ныне действующий Аким Жандарбек Долобаев говорит об инициативе самого университета, касающейся передачи его земли в госсобственность, а именно Карасайского района. Но адвокат университета полностью отрицает подлинность этого документа и заявляет, что он приобщен к материалам уголовного дела как липовый. И самое немыслимое подписал его человек, которого на тот момент уже не было на этом свете. Такие письма, которые пишутся от имени РГП, Женский педагогический университет, они должны оформлены на лежащем порядке на фирменном бланке. Это второе, а это не на фирменном бланке университета. В-третьих, письмо подписал умерший человек. То есть, понятное дело, что воспользовались умершим человеком, что он возразить не может, что он сказать, что это не моя подпись не может. Также юрист заявил, что бывший представитель университета заполнил бланк от имени давно усопшего коллеги для продажи 9 гектаров университетской земли в целях наживы, так как он находится всего в двух километрах от Алматы и имеет хорошую цену на земельном рынке. При этом подозреваемые организовали мнимый возврат участка, чтобы скрыть следы преступления. Они выделили землю в поселке Кольдэ, которая находится в санитарной зоне и не подлежит передаче в частную собственность. Но земля эта находится близ к кладбищу и не соответствует санитарным нормам. Это первое. А второе, на этом месте студенты никак не смогут проводить учебно-практические работы. Это вне всяких правил. По земельному спору антикоррупционной службы города Алматы возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Подробности станут известны после решения суда. А пока местные жители в тревоге, ведь они по воле решения должностных лиц стали жертвами обстоятельств. И, возможно, даже лишатся своего единственного жилья.